Илья Несходовский, экономический эксперт, присоединяется к эфиру. Я вас приветствую, Илья. Здравствуйте. Добрый день. Давайте в целом, действительно, эти цифры сейчас обсуждает весь мир. Переход российского бюджета на уже абсолютно очевидные военные рельсы, военные показатели. Ваша оценка этих гигантских небывалых расходов, которые российское правительство решило тратить на войну? Это очень большое средство. Но необходимо понимать, что, например, на эти средства они раньше могли купить больше, чем сейчас. Растет стоимость импортных комплектующих. Они не способны в большинстве своих производить технику без импортных комплектующих. Очень много мелких деталей, которые необходимы, без которых не взлетит ракета, без которых танк не будет наводиться, без оптики и так далее. Все надо для этого покупать импортные комплектующие. Они заложили, например, увеличение расходов. Но давайте посмотрим просто на доллар, как он упал на протяжении всего этого периода. На почти 40% доллар обесценился. То есть, другими словами, вы закладываетесь все больше, а в долларах вы тратите меньше. Уже сегодня доллар опять поступил к отметке 100 рублей за доллар. Это означает, что вы будете тратить намного больше, покупая те же самые импортные комплектующие, которые вам необходимы для продолжения войны. Кроме этого, обесцениваются те выплаты, которые вы осуществляете для людей. И, соответственно, вместо того, чтобы, например, раньше это было условно говоря, там, например, 5000 долларов, это какие-то компенсации за ранения и так далее, то теперь это составляет всего лишь 3000 долларов. А дальше это будет обесценивание все больше и больше. Поэтому суммы, которые выделяются, это, конечно, очень большие суммы. То есть, это значительно намного больше, чем мы получаем от наших союзников, чем больше тратим мы. Это огромные суммы. Но при этом все-таки надо понимать, что у них растут проблемы с обеспечением технологий. То есть, деньги вроде бы как есть, в то же время покупать на эти деньги нечего. То есть, другими словами, вы, во-первых, с граничной санкцией, а во-вторых, тратите намного больше. Если вы используете различные пути, чтобы покупать их через третьи страны, подставные компании и так далее, это увеличивает расходы. Кроме этого, вот вы сказали, уменьшение здравоохранения и уменьшение расходов на образование. Ну, самое главное, они прекращают фактически инвестировать в экономику. Они не поддерживают бизнес. Они увеличивают ставку, учетную ставку. Она растет просто стремительными темпами за последние полгода. Это очень большие темпы. Это означает, что у них нет, соответственно, во-первых, внешних каких-то финансировок. У них нет внутренних заказов. У них нет поддержки от государства. Стоимость кредитных ресурсов увеличивается. То есть, расходы в целом увеличиваются. У них проблема с трудовыми ресурсами. Людей мобилизируют. Люди убегают от войны. Соответственно, меньше специалистов, которые хотят продолжать работать в России. Соответственно, необходимо их переманивать у других компаний. А это увеличивает их стоимость, увеличивает затраты. Ты без какого-то ключевого работника не можешь обеспечить эффективную работу своего собственного предприятия. Это еще одна проблема. И самое главное — это комплектующие и сырье. Российские компании в основном акцентировали свою работу, то есть использовали передовые западные технологии. Сейчас они ограничены. Ломаются станки. Для того, чтобы купить какую-то деталь, для того, чтобы восстановить этот станок, необходимо, опять же, использовать серые схемы. Это существенно увеличивает стоимость этого комплектующего, соответственно, стоимость ремонта. Это опять же увеличивает. Оно потянет за собой инфляцию. Инфляция потянет за собой опять уменьшение реальных доходов населения. Поэтому в этом отношении деньги большие, но они кидаются в топку. Они не кидаются на экономическое развитие. Они фактически выпускают недостаточно технологическое какое-то оборудование, которое пускается на военные действия. Там оно уничтожается, конечно же, плохо, что его достаточно много, и наша армия необходима более точная, более иметь более защиту, использовать те же самые дроны, передовые технологии для ведения войны. Но все же это все кидается в топку. Экономика постепенно затухает. Очень важно также для того, чтобы экономика затухала быстрее, это акцентировать внимание на нефти. Нефть начала расти. На сегодняшний день бренд 90. Урлов продолжает тоже быть выше, чем та граница, которая есть. Помогают определенные компании, которые хотят заработать на этом, в том числе европейскими. Тут надо увеличивать санкции и заставлять, чтобы вот этот предел работал, 60 долларов работал однозначно. И вот тут вот Запад, США и Европа должны приложить максимум усилий. Чем меньше ресурсов, тем хуже будет российской экономики, тем меньше возможности продолжать эту войну. Илья, мы перейдем еще конкретно к обсуждению того, насколько жизнь тяжелее становится в России, какие сферы задело, изменение экономической политики, экономического курса российского правительства. Но перед этим хотел у вас спросить, а кто может открыть России кредитную линию, если так выразиться? Кто может одолжить им деньги? Все-таки ресурсы не бесконечны, Кубышка, та самая знаменитая тоже, этот неприкосновенный стабилизационный фонд. Мы говорили с вашим коллегой, экономистом Иваном Усом, он сказал, что они могут печатать деньги, уже это делают. Но у вас конкретно хотелось спросить, могут ли они взять их у кого-то, одолжить их у кого-то? Ну, смотрите, они создали организацию БРИКС и очень рассчитывали на то, что с этой организацией у них есть финансовое, соответственно, объединение, которое выделяет деньги участникам этой организации и, соответственно, помогает с инвестициями. России отказали, опасаясь западных санкций. Они не получили в этом направлении. Они не получили из фактически любой страны. То есть Бразилия отказала, там Индия, наоборот, она накапливает за проданные, купленные у России ресурсы индийской рубрии, которые лежат в индийских банках. Их использовать очень сложно, практически невозможно, потому что нету такого количества продукции, которую может предложить Россия, которые бы не попадали под санкции, которые были нужны России. Дальше потом Китай. Китай выделял в прошлом году кредитные линии, но у него также есть проблемы. И он также боится попасть под западные санкции. Поэтому навряд ли он сделает такой шаг и даст России деньги. Почему? Потому что в этом случае Запад будет ограничивать доступ китайских товаров и доступ китайских банкам к финансовым рынкам, западным финансовым рынкам. Это будет сильнейший удар по китайской экономике, которая сейчас в не лучшем своем состоянии. Поэтому если посмотреть в целом, то те, кто так теоретически могли помочь России иметь финансовый ресурс, они не помогли. Они уже показали свою четкую позицию. Они не готовы. Даже наоборот, эти страны зарабатывают на России, на тех трудностей, которые есть, перепродавая разные подсанкционные товары 3-4 раза дороже. И это, соответственно, вымывает деньги из России. Поэтому я не вижу ни организации, ни объединения, ни страну, которая может выделить достаточно ресурсов для России. Единственный момент, где получается валютная выручка, которая помогает на сегодняшний день России, это, конечно же, продажа нефти и газа. Особенно нефти. Увеличение цены – это помощь для более стабильности российской экономики, получения каких-то ресурсов, которые можно направить, в том числе, на войну. И они рассчитывают на это. Очень важно это выбить. Именно через падение цены на нефть фактически Советский Союз имел проблемы и, в конце концов, распался. Поэтому на этом надо делать акцент. Когда мы говорим о ресурсах, которые Россия… Все-таки это ресурсная страна, она продает ресурсы. Вы справедливо заметили, что нефть, с этим у них не так все плохо. Но это далеко не со всеми ресурсами работает. Но если говорить о газе, о втором важнейшем ресурсе Российской Федерации, давайте приглянемся к ситуации внутри страны. Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для граждан. Все ради того, чтобы наполнить бюджет «Газпрома», который потерял три четверти выручки на ключевом европейском рынке. Оптовые тарифы на газ для населения с июля будущего года будут увеличены чуть больше, чем на 11%. А с июля 2025 года еще более, чем на 8%. Следует из прогноза социально-экономического развития России. По итогу за два года газ подорожает для граждан на 20%. С начала войны на 34%. Как вы думаете, Илья, это как-то подтолкнет россиян? Все-таки платежки там существенная часть семейного бюджета, если говорить о обычных гражданах. Я согласен, но мы помним, что газовая страна не газоцифицировала фактически треть своих граждан. Они до сих пор используют дрова, уголь для того, чтобы обогревать свои дома. Поэтому, да, это сильно ударит. Газ — это для большинства все-таки основное топливо, с помощью которого они обогреваются. Но тут еще такой момент. Газ, который идет в дома, газ, который используют для обогрева, подогрева воды и, соответственно, центрального теплоснабжения, это тоже идет дальше, потом увеличение цены. Тем, чем они постоянно гордились, оно теперь разрушается. Но приведет ли это, например, к каким-то условно революционным настроениям в обществе? Я думаю, что нет. Они, тем более, вот это вот решение, они переложили после, в основное, после выборов. То есть для них вот этот вот момент, в принципе, является довольно-таки важным. Они понимают, что это важный элемент, то, что никакого-то негатива сбоку населения, независимо от того, что они фальсифицируют данные голосования, все равно нужна эта поддержка. Поэтому в этом контексте это, опять же, уменьшение доходов, это, опять же, ухудшение состояния жизни. Но все-таки, учитывая объективную ситуацию, люди, скорее всего, будут принимать решения относительно выезда за рубеж, чем выйдут и будут протестовать против политики, против этой войны. Потому что все-таки основа всего этого, основа — это война. Война разрушает вашу экономику и делает вас виднее. И это подтверждают аналитики, ссылаясь на данные Росстата. Они посчитали, какие товары и услуги больше всего подорожали в России. Брали цены за июнь этого года и сравнивали с ценами прошлого. На первом месте поездки в страны Средней Азии подорожали почти наполовину. Далее, внимание, популярный в народе лекарственный препарат НОШПА. Он подорожал на 40%. Третье и четвертое место — это ритуальные услуги, гробы и крематории. Их услуги подорожали. Также в десятки товаров и услуг, которые наиболее подорожали в Российской Федерации, страховка автомобиля, смартфоны, бюджетные перелеты, аренда банковских сейфов, обычные школьные тетради в стране, где лес — одно из главных богатств, и десятки, если не сотни целлюлозно-бумажных предприятий подорожали. На десятом месте наиболее подорожавших услуг — отдых в Турции. Ну какой у вас комментарий, Илья, вот к этой пирамиде подорожания, если так ее назвать можно? Есть определенная манипуляция, с которой сами, которые ведут статистику, сталкиваются. А именно они продают определенный объем товаров, там условно был литр, потом становится 0,9. В статистике учитывается штука, по факту происходит подорожание, но статистика это не отображает. Поэтому есть возможность манипуляции. То же самое касается яиц. Продавали десяток яиц, теперь уже лотки есть на 6 яиц, и есть даже лотки на 3 яйца. То есть тоже есть определенная манипуляция с тем, как подсчитывать инфляцию. Вообще инфляция — это довольно такой предмет, которым в России давно умеют манипулировать и создавать такую виртуальную реальность. Они подняли, показали только увеличение то, что не является для обычного россиянина первостепенным. Поэтому это все-таки, я считаю, больше такой пропагандистский момент. Ну, вы не летали за рубеж, ну, чего вам бояться? Ну, подорожала там Средняя Азия, вы все равно дома. Подорожала Турция, вы все равно дома. Подорожали там банковские ячейки, но они вам надо, у вас все равно денег нет. Подорожала НОЖПА. Да, там боярышник намного лучше помогает, чем та же самая НОЖПА. И так далее. То есть, другими словами, вот эта вот статистика, которая была представлена, она больше направлена на то, что, видите, мы стоим, у нас все нормально. Вот если считать, например, такие подорожали автомобили очень сильно, подорожали, например, те же самые детские товары очень сильно. Очень многие лекарства подорожали, не только НОЖПА, а многие другие лекарства подорожали на 50%. То есть, в полтора раза увеличение стоимости. И когда обычный россиянин берет чек за прошлый год и берет чек за сегодняшний, и он сопоставляет цены, он увидит, что оно абсолютно не соответствует той статистике, которой показывает их служба статистики. Поэтому мой комментарий, манипулировать можно долго, но люди, когда ходят в магазин, они ощущают, что вместо того, чтобы потратить условно полторы тысячи рублей, им приходится тратить уже две с половиной тысячи рублей. И, конечно же, это приводит к тому, что они понимают, что им надо ограничивать себя, чтобы каким-то образом выживать. И те опросы, которые проводятся, они подтверждают такое отношение россиян и такое понимание сегодняшней ситуации к их уровню жизни. И последние цифры, которые хотелось с вами обсудить. Международные санкции уже оказывают серьезное влияние на российскую экономику. Торговый баланс с января по август сократился почти на 70%. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так в своем телеграм-канале написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что о дополнительных ограничениях уже объявили США. Санкции, в частности, коснутся компаний, задействованных в производстве беспилотников «Орлан», «Шахет», а также других дронов, которые использует Российская Федерация. Итак, по результатам этого исследования, 68% в торговый баланс с января по август сократился по сравнению с прошлым годом. Если простым языком, что это значит и как это отражается на жизни россиян? Первый момент, который я хочу отметить, сравнивается с прошлым годом. В прошлом году для России, почему они... Мы ожидали очень сильное падение, но этого падения не произошло, потому что цены на газ были рекордными в прошлом году, цены на нефть были рекордными в прошлом году, поэтому падение 70% — это, в принципе, с рекордным 2022 годом. Конечно же, уменьшение даже в 2021 годом есть, но все же не такие значительные, как если мы сравниваем сейчас с 2023 годом. Но торговый баланс ухудшается. Это означает, что меньше торгуют. Улучшается ли это или ухудшается жизнь россиян? Нет, не совсем. То есть я не могу акцентировать на это внимание, что у них существенно ухудшается их жизнь. Почему? Потому что большинство этих ресурсов, нефть и газ, ишло в карманы их олигархов. Карманы, которые приближены к кремлевской верхушке. И, соответственно, простые люди не ощущали этой торговли. Они могли просто гордиться. Это были их скрепы, что мы продаем большое количество нефти, газа, что Европа без нашего газа загнется, замерзнет. И мы сейчас прекратим поставку, и тогда они придут к нам на колени. То есть это был предмет такой скрепной гордости. Но относительно их жизни это не было существенным влиянием. Вот в этом моменте то, что это ухудшение, оно мы наблюдаем. То есть оно действительно есть. То есть меньше товаров поступает, меньше товаров продают. Они сами фактически ограничили свои поставки газа в Европу. Они намного существенно упали. Это основной их не был рынок. По нефти также упадение производства нефтепродуктов, упадение производства нефти, их заявления относительно уменьшения добычи. Это больше связано с тем, что не то, что их желание, а то, с чем они столкнулись. То есть они фактически вынуждены закрывать свои скважины, потому что никто не покупает. Нет такого количества покупателей, как бы они хотели. Поэтому в этом отношении это очень хорошо, что ухудшается. Это не на жизнь отдельных россиян влияет. Это основное влияние на бюджет. Вот в бюджете меньше денег, меньше налогов от нефти и газа, меньше валютной выручки, соответственно, курс рубля растет, соответственно, денег в бюджете меньше. Меньше возможностей финансировать войну, меньше возможностей финансировать другие какие-то направления, экономику, здравоохранение, образование и так далее. То есть это все-таки больше касается вот этих более глобальных вещей, чем жизнь конкретных россиян. Да, тут чем хуже, тем лучше. По крайней мере, в контексте того, что России будет сложнее ввести войну и в конце концов экономика может просто надломиться. Илья Нисходовский, экономический эксперт, был гостем нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok